всем привет на моем канале теперь появилась новая рубрика пока что название тестовая лютые теории может поменяю сегодня я бы хотел с вами поделиться некоторыми теориями насчет игры be where the shadow cazor эта игра вышла чуть меньше года назад по видео с ютуба но она мне понравилась своим геймплеем также нашел эту игру utopsy эта игра от разработчика человека за окном немного скажу что в игре есть два главных героя за которых играем мы это саманта и мод они являются животными и вот не может оплатить счета за кафе из малого количества посетителей и когда пришла семья теней вот не встревожила что они из другого мира она думала только о том как покосить счета за все и начинается геймплей что нам нужно иногда смотреть за дверь чтобы нас не словил ловит теней и одновременно готовить еду за мод и смотреть за таинственным человеком уже за саманту хочу начать с того что сама игра очень похожа на симулятор ресторана но в ней есть доля хоррорности эта игра похожа на другие игры разработчика в ней тоже надо остерегаться главного героя и выполнять некие задачи чтобы не попасться ему на глаза я решил немного рассказать похожие игры на жанр хоррора и в стиле как бы жанра ресторана но в интернете пока что наткнулся на игру бургеры со вкусом страха данную игру вы видите на экране сейчас прочитаю я небольшое описание хэппи с хамбл бургер фарм симулятор ресторана быстрого питания и еще инди-хоррор в духе five nights at freddy или scp контент брич с кучей скримеров давящая обстановка и криповыми куклами-убийцами вкратце излагаем суть игры в этой игре бургеры со вкусом страха по картинкам главный герой это корова основной геймплей игры в том чтобы иногда включать свет в кафетерий и убирать полы также следить за обстановкой немного по персонажу напоминает на ловца теней но в ловце теней не надо делать никакие манипуляции созданием у нас главная задача выполнять свои обязанности перед клиентами в данном случае их нам заглянула семья теней по видимости из другого мира по их нему рассказа они опасаются ловца теней который забирает все тени к себе а точнее ловит их кажется неизвестно для чего он их ловит но эти тени иногда приходят в этот мир чтобы от него немного отдохнуть а кстати про этот мир который происходит в игре а точнее про главных героев которые за которых играем мы а именно саманта и мод эти персонажи являются животными как и в других играх от данного разработчика как например в игре человек за окном там уже мама крольчиха и сын кролик это нам говорит что все действия игр от данного разработчика происходит в зверополисе кроме единственной игры за вермандер курс где персонажи являются реальными людьми ну давайте поговорим о главных врагах в двух играх а именно человек за окном и ловец теней они на самом деле немного похожи по структуре лица и многие кто следить за этими играми а точнее кто состоит в их комьюнити предполагают что ловец тени это сын человека за окном но из другого мира да возможно так есть но моя теория такова что ловец тени это есть человек за окном но мутировавший когда попал в мир теней и там стала делать свои похожие дела а точнее ловить теней эту теорию можно доработать предлагаю подумать и написать в коменты или мне в как я говорил ранее игра похожа на симулятор ресторана что подводит нас к игре 5 ночи с фредди игра похожа тем на нее что в ней есть три ночи в каждой из ночи и разные уровни сложности и тем это и сложно пройти также хочу упомянуть что на третью ночь ловить теней может прийти из тени в комнате для готовки еды это добавляет немного харта и это нам говорит что он может ходить сквозь стены но не знаем что ему для этого нужно то есть он ходит в кафе каждый раз через стены а только на третью ночь и в этом прикол почему на третью ночь в принципе мне больше нечего сказать не забудьте про лайк и подписку если кто-нибудь придумают теорию по этой игре которая будет лучше моей связанная с главным злодеем то может покажу эту теорию в сообществе моего канала ну а с вами был михосек всем пока